Субтитры делал DimaTorzok 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 Другой Голубки Другой Голубки Другой Голубки Каждому нужно подбирать ключик С каждым Мы всегда с Тренером Своим Гришином Альфрадом Владимировичем Садились перед боем Смотрели бои Соперников он записывал На бумажке Мы прочитывали и уже выходили в бой Побеждали ну конечно чемпионат мира когда я победил подняли руку финальный до финальный бой в школе кстати я когда-то был учился писал сочнее что хочу быть чемпионом мира но я не знал что это такое да вот видел там боксировали побеждали интересно было а потом как время прошло видно я это запрограммировал как себе и стремился к этой цели победил руку не подняли я вспомнил я же сочинение я хотел бы чемпионы мира мечты было да но нужно к этому прикладывать усилия да очень много усилий там ты же говоришь там по 7 8 месяцев жили да на сборах уезжали сборы проходили две-три недели приезжаешь домой на неделю опять уезжаешь назад на сборы потом соревнования и так круглый год на протяжении всей спортивной карьеры это 13 лет только в сборной да а вообще в спорте боксом 22 года занимался вот и да и тот самого маленького до завершения карьеры свои поэтому наверно пока отдыхаете да пока отдыхаю от всего надеюсь заслуженно отдыхать заслуженно конечно вот ну работ работали же только в резонера в резоне да я проходил военную службу и работал на кафедре физподготовки в десантном училище я подготавливал курсант наработал на кафедре физподготовки склон тоже прошла 4 года прошла такая военнослужба серьезная приходилось очень много вкладывать и отдавать себя и душу когда-то ребятам чтобы у них было потом дальнейшей службе все складывается более серьезные люди десантники конечно надо уж как-то подучить да конечно без этого десантников не бывает без военной подготовки без физической формы без рукопашного боя не было не самих ну сейчас приглашают тебя там и вас боксеров в туловат недавно съездил да ну периодически бывают у нас тренировки мы ездим на соревнования нас приглашает почему потому что я вхожу в совет чемпионов россии по боксу и нас приглашает мы приезжаем на соревнования просматриваем бои решаем какие-то вопросы спорные вопросы решаем и встречаемся и общаемся то есть я при спорте при боксе не совсем ушел нет конечно ну это мой стиль жизни как говорится все равно я буду в боксе на данный момент я гордим травграде являюсь соучредителем федерации бокса россии федерациям бокса димитровграда так что я тоже какие-то принимаю при делах до важное решение приняла конечно без нас дела не делается конечно вот какое учебное заведение ты окончил там у себя я закончил по моему среднюю школу номер 70 потом из пту номер 7 здесь в ульянск и в самаре самарский государстве педагогический университет на кафедре физподготовки то есть я тренер-преподаватель от рыбы такого до специализации на тренер это все связано с армией да конечно да я пошел в армию девяносто четвертом году из ульянска до из ульянска в техническое училище в авторот попал потом нас командировали солдатскую тошу там принял присягу и потом уже у меня командировали в городе интерврат где я проходил подготовку ко всем соревнованиям затем отслужил два года и заключил соответственно контракт и ушел на службу ска 16 это город самара потом он переименовался цска самара и на протяжении 20 лет служила потом уже восстановился уже в рязанское десантно-командное училище майор майором да так вот чтобы ты посоветовал мальчишке которого состоит перед тобой и хочет стать чемпионом мира ну в первую очередь это должно быть трудобыть трудолюбие чтобы он понимал для чего он этим занимается чтобы он хотел выиграть ну еще немаловажно нужно слушать родителей это обязательно своих учителей трениров преподавателей если нет дисциплины сложно будет что-то добиться если поблажки делать или ну можно но не сильно я бы не советовал потому что пожалеешь ты себя где-то там а в ринге уже никто не пожалеет там да вот там бьют не по званию не по регалиям а бьют по лицу и очень больно это как у суворова да да тяжело в учении конечно конечно тоже самое бокс это как война ты выходишь как на бой это в любом случае бои можно проиграть и упасть и не проснуться также нужно учиться защищаться и отвечать и бить или ты его конечно ли он тебя да очень редко когда бывает ничьи но это в профессиональных боях это в олимпийском виде спорта не бывает такого бывает проигравший бывает победить чемпион бывает незаслуженно проигравший это уже издержки ну вот если не подняли руку значит ты не победил вот и все ну вот тогда вспомни хотя может быть тебе это больная тема вот на олимпиаде встречался полуфинале встречался с турком чем нас лет ему было 17-летний парень по моему до 18 18 да вот я смотрю по телевизору этот бой вы сближаетесь ты бьешь очко турку сближаетесь очко турку ну значит не так мы доработали с тренером если не подняли руку значит мы не выиграли мы дали усомниться нашей победе то что судьям не помешало дать в его сторону ну и все так что мы не доработали но тогда президентом всемирные боксерской ассоциации был турка конечно ну там был какой-то наряд там как может быть может быть но там богом судья подписали ну тут все равно призер большие да конечно попасть на олимпиаду уже вот и скажи ну прежде чем попасть на олимпиаду нужно пройти все начиная от чемпионата области потом чемпионат приволжского федерального округа или какого-то округа потом чемпионат россии затем или международный турнир который по рейтингу очень высокий или чемпионат европы и чемпионат мира затем ты только попадаешь на олимпиаду там сколько отборов сколько туров там очень много очень много и главное все соперники все свои знакомые друзья конечно всех знаешь на соревнования одни и те же практически иногда появляются новые кто выдерживает тот остается кто не выдержит уходит вот по-моему еще боксер афанасьев александр да саша был ради тебя дали как до чего до его пригласили как спарринг партнером для меня вот тренер пригласил он жил в день травыграде какое-то время помогал мне очень хорошо кстати он на всякий случай чемпион мира среди военнослужащих тоже имеет звание хороший мастер спорт международный класс но потом со временем конечно уже кто-то заканчивает кто-то уезжает он уехал обратно к себе но то я остался в димитровграде потому что я мечтал попасть туда вот у него как горишин говорил у него другой сель да да ну каждый чтобы приспособиться к этому силе да 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 чтобы уметь работать с такими боксером как он и он набирал специально для меня несколько человек с разными силами да я учился на них они учились от меня ну понятно 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 так что все друг другу помогали это вроде кажется боксе единоборства но в связке этот тренер твои спарринг-партнеры твои друзья все помогают все работают команды конечно это тоже команда внутренняя команда которая помогает себе готовить побеждать про семью несколько слов скажем тогда ну родители у меня здесь в ульяновске закор николай иванович казакова раиса ивановна мама и папа и сестра ирина николаевна казакова они тоже вот здесь с сыном вы в димитровграде я живу у меня жена марина и дочка анюта маленькая скоро будет два годика бабусь и будет глава в августе будет два года самый интересный возраст до самое интересное сейчас познание жизни у нее идет и я тоже познаю и и сейчас интересно я думаю все усилия приложены туда конечно в первую очередь это себя гуляют ребенок да у меня свой график весь расписан то есть у меня сначала какие-то дела потом домой потом прогулка вечернее купание укладывание сон ну как обычно в обычной семье все как положено федерации бокса димитовграда являющаяся учить у людей деятельно вы там чем занимать как вот мы принимаем какие-то вопросы помогаем с поездками когда получается но все зависит самое главное тренера и спортсмен чтобы они побеждали а мы им помогаем в этом помогаем просто по возможности мы не решаем их вопросы что связано уже в самом ринге мы не лезем туда эта работа тренера и спортсмена напали нам и как бы помогает по моему рингстар называется назывался да и как нет у нас просто клуб ринг а ринг да сейчас он называется школа бокса олимпийская школа бокса имени альфреда гришина альфреда гришина ринг да я куплю там как раз занимаются кто там ну все те ребята работает которые раньше занимались тоже бокс то есть со мной вместе занимаюсь они продолжают дело гришина делать самого нет уже его нет но дело идет ребята тоже тренируются боксирует выступает какие-то мы представляем достижение скажем ну выезжает на чемпионат россии выезжает на международные турниры побеждает сейчас ульянске проходил кубы командующего д.в. вот наши заняли первое команда второе командное место завоевали три золотых медали то есть это уже значит что работа идет хорошо это демитрагации нет ульянов ульянов лучший именно ульянского область а у нас есть дворец дом бокса есть они там занимаются людей кто где все из разных залов у каждого тренер есть свой воспитанник который показ хороший результат а потом уже образуется команда ульянской области все сильнейшие попадают кто попадает на россию они уже выезжают в составе ульянской области нет такого отдельно ульяновск демитровград область они представляют область до на больших соревнований на большие конечно нет на чемпионате области представляет свой спортзал можно сказать ну да вот тренера и кто кого можно назвать например поддаешь ему надежды вот кто вот достиг наибольшего успеха в ульянской области шанс по боксу ну я бы не стал кого-то отмечать именно у них все впереди как бы как я могу работа отметить кто-то лучшего на сегодняшний момент например один выигрывать на завтрашний момент будет другой сильнейший чемпионат россии все покажет вот сейчас вот он предстоит через несколько месяцев вот ребят поедут они покажут кто сильнейший все ринг это самый главный показатель как ты говоришь бьет по лицу да да а вот женский бокс у нас что такое женский бокс для тебя ну честно сказать я отношусь не очень хорошо женскому боксу женщина девушка должна быть женщиной она должна заниматься немножко другим например танцами спорт бальные танцы гимнастика но вообще женщина это мать будущая мать она должна заниматься семьей но хочется вот девушкам женщинам заниматься бокс ну пусть но сейчас это так принято никуда не денешься спорта это везде сейчас женщина кругом но если они хотят значит они хотят занимается даже не запрещает да никто не запрещает просто я хотел узнать я категорически вот как бы отношусь женский бокс бьют все-таки больно там испытана на себе да конечно а вот пока отдыхаешь ты официально работаешь официально нет я на пенсии а уже на пенсии моя запаса вот как вы пока воспитываешь дочь как ты думаешь придешь к тому что будешь тренировать возможно да то есть со времени у меня сейчас самая главная задача это вырастить дочь то есть обучить а дальше возможно я буду работать тренером ну потому что опыт большой же ну опыт большой есть специальность то есть я могу спокойно работать но пока в данный момент видно не не дошел до этого еще не созрел ну да пока я живу там всему приходит свое время мне кажется дочкой до ложки занимаешься ну у меня еще помимо этого есть любимое хобби рыбалка да я люблю ездить на рыбалку когда есть свободное время да нет недавно поймал помочь или прошлом году ты поймал там большую рыбу ну бывало иногда везло сколько боев провел если честно я за 400 боев уже не считал значит уже за 400 было и я уже не перестал считать потому что я считал все бои начиная от самого первого боя кто-то считает от взрослого бокса когда переходит в мужчины с 18 лет начинает читать а я начинал самом детстве за 400 боев получилось по 9 минут каждый бой да ну бокс он у нас менялся было три раунда по три минуты потом изменился он на пять раундов по две минуты потом поменялся опять четыре по две минуты а сейчас все пришло к своему три раунда по три минуты ну да это очень много если почитать это я даже сам не считал сколько это получается да ну просто сбился наверно ну да можно сказать и так потому что он не столь важным был мне потом уже счет боев вести потому что их очень много ну конечно так что еще у нас можно вспомнить в каких странах побывал ну во многих странах где-то более 30 стран я выезжал в некоторые по несколько раз бокс тебе все это помог ну конечно благодаря боксу ездили на соревнования мир повидал сборные у нас проводились там сборы ну плюс еще и для нас делали отдыхающие сборы тоже за границу 1 конечно для того чтобы получать результаты нас возили тоже отдыхать сбор отдыхающие конечно конечно на море погреть косточки загореть не постоянно жать вот тренировки постоянно это утомляет очень сильно утомляет но как-то нужно с этим бороться как ты будешь удивляюсь ну хотел ему побеждать себя ну как у нас говорил тренер всегда приехал ты с больших соревнований с ними значение чемпионата европы мира отдохнул три-четыре дня и все и в бой нужен дальше трениров потому что если ты остановишься результатов не будет дальше можно потерять форму и все давайте о грешне скажем он много воспитанник у него таких большими достижениями кто он такой как он каким он человеком был все-таки ну в первую очередь он по профессии рач рентгенолог он приехал но он не местного приехал из другого города обосновался здесь и в семьдесят пятом году точно не могу сказать но в семьдесят шестом году образовалась школу бокса клуб бокса ринг то есть они до своими силами у них получилось выбить помещение в подвале и они своими руками сделали зал ринг и потом он начал работать первые ребята у него приехали с города краснокаменской несколько человек то есть он из них подготовил мастеров спорт международного класса такие как вячеслав шулепка леонид броников евгений судаков до вершинчика но их очень много а судакова не местными лики скида он тоже приезжий но он с детства приехал в милики уже все и остался да и остался в милике сиду многие приезжие есть и местные ребята которые там родились также пришли заниматься боксом как эдуард гайфулин призер чемпионат европы ну очень очень много он подготовил где-то 80 с лишним мастеров 14 мастеров спорта международного класса 3 мастеров спорта заслуженных заслуженных то есть очень много один из них ну да один из них еще двое евгений судаков и алексей лёдин какое-то время алексей лёдин все равно тренировался уже занимался в денталграде ну маленьк но все равно считается он вкладывал у него какую-то часть конечно он тоже чемпион мира чемпион мира три про чемпион европы и призер олимпийский а так как человек он ну очень грамотный человек в первую очередь он психолог он умел подойти к человеку с нужным вопросом все узнать что чего и как потому что бокс и боксом а жизнь есть жизнь ну конечно один человек мне говорил работа уголовном розыске работая уголовном розыске потерял всех своих родственников друзей говорит ну все возможно потом все вернулось на своей как бы на свое место только после того как я уже ушел из милиции и начал жить по-другому у тебя такое было то что я потерял друзей нет нет ну как бы мало себя вот так скажем не то что по теле да нет связи очень много в каждом городе я могу приехать каждый город позвонить своему товарищу другу со сборной россии да даже не со сборной россии там любой город можно приехать даже за границу очень много знакомых очень снова очень много как бы друзей как бы которые могут помочь в любую минуту потому что боксом не только бокс он и эта жизнь боксерская там очень много переплетений потому что там общение идет идет знакомство все друг друга знают потому что мы приезжаем сейчас на соревнования мы очень много встречаем друг другу общаемся но это же приятно когда есть друзья знакомы значит спорт и милиции они немного родятся не знаю насчет милиции но бокс это много нашел друзей боксерское братство милицейского братства я не знаю есть оно такое или нет мы не знаем никто не слышал а боксерское братство есть вот тогда про первого тренера все-таки олега отапина скажем несколько слов да олег отапину тренер хороший вот он пришел когда вот набор я уж не помню 97 87 год пришел зал бокс ну все так послушаю и решили все идти туда на бокс этот киндзяков и до киндзяков и пошли все в стабилистом занимались занимались ну долго занимались он такой тренер так интересный такой был тоже но потом ему присвоили заслужен мастер заслужен тренера за то что я выиграл как бы все равно это мой первый тренер конечно это немаловажно потому что все равно кто принимает участие все-таки он меня при привел бокс привел и отдал да 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 конечно конечно всегда идет у меня силы затрата энергии затрата времени затрата сил на своего ученика а если ученики начинает еще вредничать но это вдвойне сложнее но что тоже чтобы его научить уважать себя уважать других это тоже очень много значит наш ты поднял его престиж тоже ну конечно конечно он рад я думаю сейчас он в данный момент он в сборной женской команды уже тренирует даже в команду ну вот поговорили вроде бы еще что хотел сказать там ну вот минут у нас осталось ну не знаю пожелать всем самое главное здоровья успехов всегда иметь какую-то цель в жизни идти к этой цели иначе смысла жизни нет и мирного не да это самое главное данного нет самый вам шум был мир на этом и заканчиваю у нас был в гостях сергей казаков бронзовый призер олимпийских игр чемпион мира чемпион европы чемпион россии до свидания до следующей встречи сюда